Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема. Тема о психотипах и любви. Я уже как-то касался этой темы в каждом отдельном выпуске, но так как происходит немножко постоянная путаница у вас, я решил отдельно для вас отснять эту видеозапись, где мы голопом по Европам прокатимся по всем основным типам личности. Если про какую-то забуду, пишите в комментариях. Снимем доп. выпуск. Каждый психотип он любит по-своему. И, соответственно, если вас любит истерик, он будет максимально стараться демонстрациозно это делать не только для вас, но и показать вас, смотрите, что у меня есть, какая-то там женщина, мужчина, сфотографировать, обязательно ее где-то выложить, обязательно привлечь внимание. У меня был истерик, который выкладывает свою женщину абсолютно голой в социальные сети, ну там с какими-то затуманенными частями, которые его могли заблокировать. Но суть такая, что, соответственно, получается, что каждый психотип любит по-своему, и истерик любит очень демонстративно. Если мы рассмотрим шизоида, шизоид очень сильно замкнут в своем мире, он погружен внутрь себя. И очень часто у партнеров-шизоидов иногда складывается мнение, если это чистый шизоид, без каких-либо дополнительных акцентуаций, что он вроде бы как бы и не любит, да, он постоянно в своих фантазиях, где-то за компьютером, где-то не с нами, но по факту шизоид может любить, он может вас любить, рисуя из вас какие-то картины, создавая какие-то произведения, он может где-то в своем компьютере писать книгу про вас, где вы будете главным персонажем, и так выражать свою любовь. То есть, он любит в глубине себя, и ему не всегда даже нужен вот этот материальный объект для любви. То есть, он больше любит, переживает все эти чувства в своих фантазиях. Если мы разберем эпилептоидом, то с эпилептоидом тоже может возникнуть такая ситуация, что вам будет казаться, что эпилептоид вас не любит. Потому что эпилептоид – это в первую очередь в семье, по отношению с любыми, независимо какой гендер, женщина, мужчина, эпилептоид будет контролером, он будет постоянно вас контролировать. Он будет считать, сколько денег вы тратите, сколько вы, какие продукты покупаете. Он будет контролировать вас, что вы едите, что вы пьете, как вы спите. Не потому что ему жалко для вас этого ресурса, но потому что он будет заботиться, чтобы вы наиболее приемлемым образом, наиболее качественно весь этот ресурс реализовали, как родитель заботится о своем ребенке, то же самое будет делать эпилептоид. Но, конечно, в общении между взрослыми людьми зачастую неприемлемо, когда один человек все-таки как родитель прям навязывает свое мнение, а эпилептоид так делает, поэтому могут. У меня вопрос возникло, например, этого. Это получается, смотри, если нарцисс любит через родителей, то есть он любит, когда о нем заботится, как о ребенке, а эпилептоид, наоборот, выражает любовь, как родитель, получается. Они будут как идеальная пара? Да, такое бывает. Ну, почти. Ну, как бы идеальное сложно сказать, потому что, ну, зависит от нарцисса. Если он такой сильный нарцисс, он просто тоже может, как бы, немножко эпилептоиду с ума посводить. С другой стороны, если эпилептоид очень сильный, то он может очень сильно зажать нарцисса, ну, как бы в такие ежовые рукавицы, и нарциссу будет очень сложно, потому что, ну, там еще есть разные виды нарцисса, есть открытые, есть скрытые. Открытые – это грандиозные, которые вот на показ. Вот ему будет сложнее, потому что ему нужно себя демонстрировать, ему нужно половую жизнь вести какую-то грандиозную, ну, типа, чтобы там не показать, не в смысле всем показать, но чтобы дорогие покрыва, ла-ля, там какие-то там такие вещи. А эпилептоид, он экономит ресурсы постоянно. Поэтому вот открытому нарциссу будет сложность с эпилептоидом. А есть закрытый нарцисс-интроверт. То есть, будет закрытый нарцисс или сильный эпилептоид? Ну, да, там может, да, очень интересная пара такая сложится. Конечно, это будет не самое лучшее, потому что, ну, с нарциссами вообще тяжело. Но, исходя из того, что, в принципе, всем херово с нарциссом, эпилептоиду будет менее херово с нарциссом. Он может даже и не почувствовать, они такие непробиваемые. И вернемся, соответственно, к нашим эпилептоидам. Эпилептоид выбирает позицию родителя. Он будет постоянно навязывать что-то, как я выше сказал. Он может сильно ужать даже нарцисса. Нарциссу может не поздоровиться от эпилептоида. Но, с другой стороны, если нарцисс там, да, очень часто скрытые нарциссы выбирают такую позицию типа жертвы, типа страданий. Эпилептоид может просто не обращать на это внимания. А нарцисс где-то в своих фантазиях, там даже будет где-то, может быть, и на эпилептоида ему будет казаться, что он давит или как-то унижает, да. А эпилептоиду, что называется, что слону дробина. Поэтому здесь может быть интересное сочетание. Но, опять же, если, допустим, с эпилептоидом находится истерик или шизоид, ему будет очень сложно такому человеку. Потому что у них слабая психика вообще у шизоидов в этом плане и у истериков. То есть, когда им навязывают конкретные какие-то правила, нарцисс ради выгоды может согласиться на правила. Это не самая некомфортная для него ситуация, согласиться на что-то. Шизоиду очень сложно. Он даже, ну, как бы он согласен, он будет пытаться это делать. Но встать вовремя и прийти на работу для него – это уже подвиг для шизоида, для настоящего чистого. Поэтому, когда эпилептоид, у него вся жизнь по графику, да, все расписано, все строго, все по часам, то, конечно, взять творческого шизоида, у которого там все завязано на его вдохновении, на его каких-то там, да, именно внутренних каких-то этих мироощущениях, ну, это очень сложный будет союз. Я думаю, что просто психотравму получит наш шизоид в этом случае. Поехали дальше. Давайте обсудим любовь пронояльного. Любовь пронояльного, на мой взгляд, она вот идеальна, когда Ленин описывает вот классическое вот это описание. Я уже везде это проговаривал. Крупской, да, вот говорит, ну, я понял вроде как, что это моя женщина. Я сейчас не помню точную цитату, я давал в других видео. Но суть в чем? Он говорит, вроде как я понял, что это моя женщина, когда я вот увидел, что она так предана делу, что она так предана коммунизму. И пронояльный любит через сверхидею. То есть, если женщина или мужчина присоединился, да, к очень близко вошел в близкий контакт с его сверхидеей и поддержал эту сверхидею, да, то получается, что пронояльный, ну, влюбляется в таких людей, он это ценит, ему нужна эта поддержка, для него это ценный ресурс. Раз вы ценный ресурс для пронояльного, конечно, ну, в каком-то смысле это будет своеобразная любовь. Ну, только в каком-то пронояльном смысле. Каждый психотип формирует свое чувство привязанности, любви по-своему. Гипертильность и плечности может дать вам очень сильную любовь, очень сильные эмоции, очень страстный секс может подарить. Но это будет ненадолго. Они экстраверты, они быстро переключаются. Это, как правило, форматы коротких романов, коротких интрижек, которые, соответственно, то есть то пусто, то густо. Он не будет никогда там длительно там вести с вами переписку или там как-то ухаживать за вами. Но когда он будет рядом, вам будет с ним весело, с гипертимом. Он будет очень активный, он будет, может быть, как-то делать комплименты, даже красиво ухаживать. Главное, что вы с ним не соскучитесь, конечно, потому что гипертимы – это такие вот душа компании. Но надеяться на какие-то продолжительные отношения с чистым гипертимом невозможно, потому что точно так же, как и у шизоида, у него проблемы даже с работой, с какими-то простыми обязательствами, а уж тем более с партнером гипертиму будет очень и очень сложно. Эмотив – идеальный партнер практически для всех, соответственно, психотипов, потому что эмотивный тип личности очень чувственный, очень глубоко погружается в отношения. Он эмпат, все эмотивы очень глубокие эмпаты. Он чувствует, что у его партнера что-то не так, да, что-то загрустил партнер, что-то не понравилось. Ему хочется поменять эту ситуацию. Поэтому эмотив, он, как правило, является идеальным вариантом практически для всех. Единственный, конечно, вопрос в том, что если человек чисто эмотивный, у него проблемы в реализации, ему нужно очень долго заниматься даже какой-то, может быть, психотерапией дополнительной, чтобы вот этот дополнительный навык сформировать по заработку денег, потому что у него очень сильные такие ценности, как правило, ну, моральные, которые вообще не позволяют ему даже лишний раз взять денег. То есть, они очень часто сталкиваются с тем, что они боятся брать денег даже за свой труд. То есть, ему тяжело работать фрилансером. Он устраивается, как правило, на какой-то стабильный низкий оклад, но чтобы это был оклад, чтобы ему ни в коем случае денег с людей не требовать, не брать. То есть, ему все это стыдно и так далее. То есть, ну, эмотивы, они вот такие товарищи. Дорогие друзья, напишите мне, кого я забыл в этом видео, о ком я забыл рассказать. И, соответственно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье.